Воздушный флот Раскрыв железные объятия, винтами вихрей в небо хлынув, взлетает наша авиация в неисчестимой стае их линии. Она готова встретить вылазки на всех высотах, всех границах, чтоб килограммом ворошиловским врага заставить с неба смыться. Не зря профессия воздушная, так по душе народным массам. Недаром каждый школьник-юноша мечтает стать советским ассом. И охраняют мирных жителей от неожиданных событий не божьи ангелы-хранители, а грозный летчик-истребитель. Истребитель капитана Кашевого. Еще большая быстрота и стремительность. Непревзойденная четкость. Ох и не любят же эту машину японские самураи. Полковника Капичева и майора Головня можно смело назвать властелинами воздуха. Они демонстрируют воздушный бой. Стремясь занять наиболее выгодное положение для обстрела, каждый летчик пытается зайти другому в воздух. Трудно сказать, кто из них лучше владеет мастерством высшего пилотажа. Вот так же мастерски управляют боевыми машинами советские пилоты в воздушных боях, побеждающие врагов нашей Родины. Смертельные удары получают японские самураи от отважных пилотов советско-монгольской авиации. Небом завладела уже знакомая нам пятерка истребителей Якушина. Краснокрылые птицы летят, подчиняясь невидимой, неуловимой связи, единой поле, одной динамической силе. Ученики чудесного летчика Анатолия Серова, выполняя групповой высший пилотаж, ни на мгновение не нарушают слитного строя. Убедительный показ могущества советской истребительной авиации. Чувством радости и гордости наполняются сердца миллионов советских патриотов, когда они видят в воздухе бесстрашных сталинских соколов, демонстрирующих свое мастерство и отвагу. Сильны крылья советского народа, не страшны ему препятствия, преграды любой враг. С именем Сталина по первому зову партии правительства ринется в бой на защиту советских рубежей Орлиная стая советских летчиков, и враг будет уничтожен на его же территории. «Хребога» «Заводским корпусам, расположенным на границе летного поля, угрожает опасность». В воздух поднялись дежурные звенья противовоздушной обороны. Тяжелые корабли неотвратимо приближаются. Точим расчет штурманов. Бомбы поражают целью. Движется вторая волна бомбардировщиков. Они сейчас завершат разгром объекта, начатый первым отрядом. Как всегда верен прицел, макет завода уничтожен. Героические дни боев за высоту за озерную велосипедисты-хасановцы воочию видели, как советские бомбардировщики меткими ворошиловскими залпами уничтожали врагов нашей Родины. В этот день столица впервые увидела воздушный гигант СССР Л-760. Самая мощная машина в мире. Размах ее крыльев равен 63 метрам. Шесть моторов мощностью 8 тысяч лошадиных сил. Самолет поднимает 64 пассажира. При полной нагрузке самолет весит 45 тонн. Ведомый героем Советского Союза Томбригом товарищем Громовым, он торжественно проплывает над аэродромом. Воздушный исполин легок в управлении. Посмотрите, какие необычайные виражи он делает. Восхищением любуются участники сельхозвыставки гигантским кораблем. Навстречу этому колоссу летят три тяжелых самолета. Воздушный десант под командованием товарища Каурова. 45 лучших марашютистов столицы. Расчет сделан. Пошли! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ Совершая парад, по небу плывут советские дирижабли. ПЕСНЯ Администрационная готовность советских людей, бесконечная преданность миллионов в делу партии Ленина-Сталина, в делу коммунизма, все это нашло свое выражение в празднике, который, ликуя, отметила вся страна.